Добрый день всем, приветствуем вас из Израиля и из Тазахстана. Мы продолжаем все вместе читать книгу Рава Ашкеназима Нитун, очень важную книгу для понимания вообще современного человека, что такое иудаизм, о чем говорит нам Тарам. И мы находимся уже ближе к концу, когда Рав, пользуясь теми основами, которые он заложил в начале, где именно, о которых он говорил, которые являются главными сущностями Тары, и, пользуясь теми, он анализирует различные поколения, сменяющиеся книги Бережит до потопа, и что с ними происходило. Информации там, безусловно, очень мало Тара в очень лаконичном описании этих личностей, которые были ведущие, как подразумевается, в своем поколении. Но, тем не менее, можно Рав, опираясь на Маджашея, опираясь на значущие имена, не случайно значущие имена ведущих личностей поколения, он объясняет нам и ту скупу информацию минимальную, которая дает нам Тара, которая очень важна в этом месте, он нам дает объяснение тому, что происходило. И это не просто исторические какие-то сведения, это некоторый архетип того, как это работает во всех поколениях, и даже внутри отдельных людей, потому что это некоторые общие вещи, взаимоотношения между которыми очень важно нам понимать. В частности, это также важно для понимания взаимоотношения между учителем и учеником, воспитателем и воспитуемым, потому что вот эти вот две династии, о которых идет речь в книге Бережит, они не случайно там раскручиваются, детально. Детализируются, да? Спасибо. Детализируются, именно чтобы показать связь между этими двумя династиями и смысл этой связи. Короче, мы сейчас находимся на том этапе, когда мы перешли, переходим от потомка Каина, потомка Адама, третьего сына Шета, основателя династии, его потомка Энуша, и взаимоотношение его с династией Каина. Мы остановились здесь, на вот этой точке, Каин и Шет представляют эти две противоборствующие силы. То есть говорили мы о разных силах, о силе природы, которая подчиняется законам и тротеи, и стремится к разрушению, и другая сила духовная, которая преодолевает эту природную предопределенность. Природный человек, человечество Каина, который живет... Можно? Алло? Текст подними, пожалуйста. Ой, я забыла. Ой, извините. Ой, ой, ой. Ой, извините. Ой, видно, да? Все хорошо. Каина и Шет представляют эти две противоборствующие силы. Природный человек, человечество Каина, который живет согласно своим естественным побуждениям, и в конце концов всегда выгорает разрушение и смерть. Еще раз, это не то, что они сознательно хотят себя разрушить, но следуя вот этим природным правилам, естественным в природном мире, в котором действует закон энтропии, то есть приведение всего... Цепловая смерть Вселенной, приведение всего к общему знаменателю, все разрушается. Действительно, видим, если оставить город на какое-то долгое время, он разрушается, и в конце концов ничего не остается. Чем дальше мы по времени от какого-то события, от какой-то цивилизации, тем меньше от нее остается. Это естественный процесс в природе. На самом деле, конечно, ученые сегодня очень озабочены вопросом о том, как же так получается, что этот закон не действует как бы для цивилизации, для человеческих общих, которые становятся все более и более сложными, а не сводятся к простейшим всяким системам, не разрушаются, а как бы строятся. Но для этого есть разные объяснения, разные теории. Мы со своей стороны, может быть, это мое ощущение, можем видеть в этом некоторый знак того, что Всевышний находится, и материальным тоже. То есть не все, на самом деле, в этом мире разрушение, а природное. В природном мире тоже есть некоторые процессы, которые противодействуют разрушению. Это я совершенно вскопы от себя добавляю. Таким образом, человечество Каина, оно выбирает разрушение смерти, потому что оно выбирает естественный путь. В свете этого неудивительно, что история человечества представляет собой бесконечный список войн между народами, самых негативных, разрушительных и естественных побуждений, заключенных в ней. Вот как бы мы тут видим такое сочетание, что с одной стороны, природа, она умеет самоорганизовываться, создавать такие сложные системы, как животных, людей и так далее. А с другой стороны, вот эта надстройка человеческая, она наоборот может спуститься до уровня природных действий и способствовать разрушению. То есть народы разрушают друг друга, а не строят нечто совместное и позитивное, и продвинутое. Все это, с другой стороны, представляет противоположную силу, противоположный выбор над природной силой, соединяющей человека с тем, что выше их не Бог. Вот когда ты живешь в такой пиродигме, то тогда это не приводит к разрушению. Великие ученые и философы исследовали, исследователи и переоткрыватели, также великие психологи, все они были в конечном счете евреями. То есть потомки Мишетта. В каком смысле? Не обязательно в прямом смысле потомки Мишетта. То есть, знаете, там, вообще говоря, все потомки Мишетта, если они потомки Ноха, в том или другом смысле, но имеется в виду духовные потомки. То есть они в себе несут вот эту вот позитивную, позитивный ген, позитивную концепцию, структуру, которая толкает их к тому, чтобы строить, а не разрушать. Частный человек, как и все человечество в целом, содержит в себе обе эти силы, и каждый миг для него это точка выбора. То есть на самом деле это интересное, я думаю, переживание ощущать себя находящимся в центре между этими двумя противоборствами и силами, и даже он не называет это я царара, я царату, а это жить по природным законам и следовать, что приводит в следовательных разрушениях, или стремиться всегда к решению выбора духовности над природой. В каждый момент жизни получается так, что у нас есть такое напряжение, и я выбираю, что я выбираю, и обычно это неосознанно. Если задуматься каждый момент, что является стимулом моего выбора, иногда очень трудно сказать, это моя природа, меня толкает туда, и мне этого хочется, потому что такова природа, так устроены и собаки, и кошки, и тень и ночь. Вообще все в мире так устроено. Или нет, на самом деле я вот хочу сделать то, что это, потому что это морально в моих глазах, потому что заповедано всевышно. Победит ли его внутренний кайм, или именно его внутренний шерк, голос нравственности и совести окажется сильнее. Ну, вот это вот именно и. Каждый раз приходится себя спрашивать. Действительно, я выбираю это, потому что это нравственно, это правильно. Это очень сложно, так сказать, если каждый смотрит на свою жизнь и те выборы, которые мы делаем, совершенно не очевидно каждый раз, что выбор определялся нравственным подходом именно. И на этот вопрос только сам человек может ответить сам себе. Почему он выбрал так, а не иначе. позволит ли человечество кайну привести его к созданию атомной бомбы, способной уничтожить мир, или оно все же выберет шета его потомков, которые укажут ему нравственный путь, ведущий вверх к духовности, к нравственности, к святости и к возвышению. То есть, безусловно, все, что Рам говорит, оно применимо к сегодняшнему дню и к сегодняшнему состоянию человечества. И в каждой точке, на самом деле, что бы ни делал человек и что бы ни делал какое-то государство, но можно спросить, из каких соображений они это делают. Соображения нравственные или нет. То есть, на самом деле, это не имеет отношения к, скажем, прямого отношения к экономике. И иногда что-то может быть выгоднее, нравственным. Нельзя кого-то объявить, что он государство, что оно поступает так, потому что это ему выгодно с точки зрения экономики и благополучия граждан, а не потому, что это нравственность. То есть, это включает одно другое. Если мы смотрим на современный мир, то мы видим, что это не всегда действительно несмотря на всякие громкие декларации, не всегда государства и движения они все руководствуются нравственными соображениями. Иногда совершенно другое. Единственное, что, в общем-то, интересно в этом, точнее, единственное, что мне кажется еще интересным, что, по идее, тот, кто идет за природными всякими ненравственными аргументами, намерениями, на самом деле он разрушает. Он может разрушить весь мир, но подадим всем, что он разрушит только свой мир, а весь остальной мир сможет устоять. Мы, конечно, понимаем, что ничто в нашем мире не идеальным, тем не менее очень бы хотелось, чтобы он сдвинулся в сторону нравственности, в сторону духовности Шетта. В Шете уже содержится идея устойчивой в истории идентичности. Вот эта идея, она потом устойчива в истории, она передается отцарцин, потомкам, иногда даже, непрямым потомкам. Сущности, которые нельзя разрушить. И Израиль здесь находится в скрытой форме, как своего рода спящий ген, ждущий начала Эгера, а потом Абраха, чтобы реализоваться. Так, когда оставил бог мне потомка семя в другое вместо Эгеля, которого убил Каин. Сейчас Раф трактует слово Зера, то есть потомка, в данном случае в ноябре Зера, это как семя, упоминается слово, да? В слове семя есть идея чего-то постоянного, сдущего пробуждения выхода на свет. Понятно. Поскольку Шик потерпел неудачу из-за своего слишком возвышенного величия и не выполнил своего предназначения, о чем мы говорили раньше, поскольку разрыв между ним и Каин был настолько велик, что это было как обучать души математики в детском саду. Теперь он стал отцом истинной династии. Но он уже породил династию, у которого есть такая же задача, которую он будет передавать вот это семя, этот ген, эту миссию. Которая должна выполнить провальную миссию. Его потомки будут иметь ту же неразрушающую сущность, которая была в нем. И поэтому начинается семя Машеха гарантированное существование до конца всех поколений. То есть оно некоторый такой кусок чего-то духовности, гена, чего хотите, который переходит и сохраняется во многих поколениях, из поколения в поколение в процессе истории. И иногда это видно, иногда это менее заметно, но он всегда существует. Поэтому собственно я думаю история до сих пор существует. Келовечество существует. Таким образом Энн это то самое семя, которое ждет своего рождения. С Энн это начинается. Энн это основание осознания достоинства индивидуума. Ценности отдельного человека и его уникальности как отличающиеся от любого другого. Энн представляет собой рождение индивидуальности. Это вот нечто новое совершенно. и надеемся, что более подробно дальше нам это объяснит. Но до этого мы все время говорили в понятиях династии, поколений, общества, общества Каина, общества Шета. не было специфического внимания. Мы говорили о том, что в главной Шете вот эта основа семи Машех, а Машех тоже не обязательно личность, а может быть и поколение. Но Энн это некоторые дополнительные компании. Он несет в себе с одной стороны вот это семя, с другой стороны, и это как бы следует за его именем, он представляет собой личность. Поэтому в этот момент начинается взаимодействие между личностью и обществом. И это проблема, о которой много судов философов и другие брата. насколько велико значение личности в истории и как взаимодействует личность и общество. Тем не менее, это параметр очень важный. Что такое личность и каково его влияние. И в этом смысле Энн является символом личности. есть кто-то хочет спросить или добавить в городу? Тут получается очень сложная система, такая многоплоскостная. Хочется прояснить. То есть у нас есть две силы. Змей человек, кайнышет, закон энтропии и воля организации. Падение вниз и подъем какой-то рост. И обе эти силы существуют как в каждом человеке, так и во всем человечестве, так и во всей природе. И происходят тенденции. Где-то у нас деградация идет, где-то идет падение, а где-то идет рост. И с одной стороны мы читаем, что династия Шета находится в падении для того, чтобы приблизиться к остальному человечеству Каина. С прогресс, что цивилизации становятся более сложными, ученые не могут понять, почему законы энтропии на них не действуют. То ли они как-то в разных плоскостях, одни падают, другие растут, то ли они должны где-то встретиться, и с кем происходит вот этот прогресс, который против законов природы, вроде же он с человечеством Каина происходит, или нет? Если можно как-то прояснить... Мы сейчас говорим об общей схеме, да? Это общая схема, что есть действительно всегда в человечестве, в отдельном человеке разные тенденции. Тенденции к разрушению и тенденции к росту. Не то, что это обязательно какая-то конкретная страна, хотя это тоже может быть, или конкретный человек, но в принципе это существует в разных вариантах. эти силы все время находятся в каком-то непонятном соотношении, но наша оптимистическая религия илдаизм предполагает, что все же в конечном итоге тенденция к разрушению будет побеждена и будет преобладать духовными. Но как это случится? И пока мы до этой точки не дошли. А в поколении до потопа это не произошло. Позитивное продвижение. Мы сейчас увидим, что все время есть регресс. И по какой причине, несмотря на то, что династия Шета позитивная, она не в состоянии никак повлиять по той или другой причине на династию Каина и происходит в основном. Мы династию Каина уже видели, она все время деградировала. В параллельной существует династия Шета, которая не в состоянии ее исправить, не в состоянии на нее повлиять. То есть до потопа эти силы они оказали, позитивные силы духовные оказались не в состоянии добиться того, чтобы роста, как ты сказал, а не разрушение. То есть в результате меня было разрушено. А сейчас мы в какой точке находимся? Династия Шета получается продолжает опускаться или нет? Сейчас? Нет, я думаю, про сейчас не написано. Мы просто пытаемся эту модель приложить к сегодняшнему дню. Мы сейчас читали то, что Раф сказал. Неизвестно, позволит ли человек, он вопросительным знаком это говорит, позволит Джек Кайну привести его к созданию атомной бомбы, способной уничтожить мир, или оно все же выберет Шета его потомка, который укажет на Рафский путь. Сказать нам сегодня мы не можем сказать, как все кончится. Хотя, казалось бы, нам вроде бы обещано, что все кончится хорошо, но это такое обещание. Может, и кончится хорошо, а может, еще не в этот раз. То, что выбор остается, и что в каждой точке есть этот выбор, это понятно. Хотелось бы понять, в каком тренде мы сейчас находимся, кто куда движется, кто находится в прогрессе человечества Каина, и куда движется династия Шета, где они встретятся, как-то определить себя на этой карте. Это хороший вопрос. Знаете, что, когда лекторы говорят, это хороший вопрос, что это означает? нет ответа. У него нет ответа на это вопрос. Может, есть у кого-то еще какие-то ответы? Ответы есть, очень много, но когда много ответов, это тоже означает то же самое, что на самом деле хорошего ответа нет. Потому что если бы у нас был ответ, мы бы уже были, если бы я его понимал, я бы им был, мы бы уже были совершенно другой точкой. Если мы знали как и где мы находимся и что нам конкретно сейчас нужно делать, это было прекрасно. Но нам даны только общие указания и общие концепции, в соответствии с которыми мы можем строить теории. Я знакома с многими людьми, которые любят строить теории, говорить, вот мы находимся сегодня здесь, завтра мы будем там. Ой, это спокойнее, ребята. Никто насколько я смотрю и оглядываюсь, я уже очень старая женщина, оглядываюсь на прожитую жизнь, я не помню, чтобы кто-то что-то предсказал или объяснил достоверно, так, чтобы это все действительно реализовалось именно так. иногда бывают проблески такого, что наши дни, я имею в виду, не вовремя пророчества, провидения у великих людей, но опять же не всегда они видят все точно и не всегда это реализуется так, как они видят. К сожалению. Во многих вещах это так, а уж тем более в том, где мы сегодня находимся на этой шкале. При этом там была интересная вещь, что есть как бы евреи в кавычках, которые во многом двигают вот эту цивилизацию к прогрессу, которые ученые, политики и так далее, Маркс, Фройд и так далее, Эйнштейн. Все-таки семя шета, семя и ножа, оно как-то направляет как-то человечество. Да, это, между прочим, совершенно не очевидная, так сказать, не для многих очевидная истина, которую Рау довольно однозначно высказывает. Многие скажут, что мы, так сказать, духовные люди, прогресс человечества нам не нужен, мы им пользуемся, поскольку есть, но это представляет иудайзм таким образом, что как бы прогресс науки и прогресс философии, он сам не считает себя философом, но он оценивает позитивно прогресс во многих разных областях и считает людей, которые этот прогресс продвигают принадлежащими к потомкам Шета, то есть одни, они двигают цивилизацию в позитивном направлении, в духовном, даже если это они не имеют никакого отношения к религии. Тем не менее, вот это вот их действие, они противостоят разрушению. Интересный вопрос был бы про ученых, которые изобрели атомную бомбу, но для меня опять же нет на это ответа. То есть суть же не в том, что, так сказать, бомба они изобрели, а в том, виноватом можно винить тех, кто использовал соответствующим образом. Любую вещь можно использовать к добру и козлу, но опять же это вопрос гораздо более сложный. По-моему, вопрос ответственности, вины конкретных людей за то или это, тем не менее, продвижение, то, что Рафф пишет про это, мне кажется, очень важным моментом и совершенно неочевидным для многих религиозных евреев, которые считают, что нас интересует только прогресс в области религиозной. Сколько людей соблюдают в субботу, сколько людей верят в еврейского бога, мы будем раздавать свечки на вокзале и это продвинет. Это продвинет, я не возражаю, но недооценивать как бы вклад ученых и философов и людей, искусства, может быть, в продвижении цивилизации тоже никак нельзя. Нельзя буквально вот то, что он пишет, что они семь ашета, я считаю, что это очень важное для понимания того, как устроены. Еще можно сказать, что это аспект Йосефа, которому интересно жить среди народов мира, какие-то реформы, их продвигать что-то там. Материального мира. Да, материального мира, то есть как раз эти светские евреи, которые очень талантливы в плане как-то изменять мир. Нет, кстати, на самом деле мне не кажется, что он имел в виду только евреев. Он там евреев поставил в кавычках. Это могут быть семьи евреев. Понимаешь? Там, где он писал о тех, кто продвигает мир, он не имел в виду, вот наши евреи, они там столько-то Нобелевских премий получили, вот они мир продвигают в другой области, но продвигают. Мне не кажется, что он это имел в виду. Он имел в виду, что любой человек, который в этой области продвигает мир, он относится как бы к евреям. Похоже на то, как говорит Томут, и Рафшерки очень часто цитируют всякие, кто отрицает. И Докла Класса называется евреем. Как они духовные потомки Шета, можно сказать. Духовные потомки Шета, правильно, совершенно верно. Андрюша, а можно насчет, ты упомянул там и Маркса, и Фройда, я про Фройда бы не сказал сейчас, но про Маркса, насколько я понимаю, весь этот левацкий неомарксизм, который сейчас в данный момент выступает абсолютно против Израиля и абсолютно за поддержку Палестины, не выглядит для меня чем-то позитивным, честно говоря. Мне кажется, это аналог от Умни-Голуба. Не то, что он какое-то супер продвижение сделал, Маркс, но то, что им пользуются как... У него разные идеи были, среди них были идеи вполне интересные. Я не большой специалист по Марксу, но я себе представляю. Я знаю, что Раф Кук писал насчет Маркса, к сожалению, мы не разбирали эту тему, но я так понял, что у него есть какая-то критика Маркса, и было бы, конечно, очень интересно узнать, что Раф Кук о нем думал. А если взять, например, психоанализ Фройда, то, насколько я знаком с этим, он крайне пессимистичен и сводится к тому, что человек это просто животное. Это правда, Но это, так сказать, это не те фигуры, которые Раф мне не то упоминал, и я не беру судить, чтобы Раф Кук сказал про конкретных людей, про Маркса и Фройда, но если вы спросите если кто-то сильно продвинул науку в какой-то области, в области понимания значения торговых отношений, например, как Маркс, или в области понимания устройства сознания, подсознания, какие-то другие аспекты, может быть, совершенно нужно выкинуть, но что-то, что он осознал, Маркс или Фройда, это может продвинуть дальше науку, психологию. До Фройда вообще-то не было каким-то ишу, не стояло во голове у глава психологии. Теперь после него появились другие теории, и это они с ними могут быть не согласны, они как-то с ним связаны, так или иначе, но какую-то основу из Фройда многие берут, поэтому я не знаю, в любой теории есть всегда какие-то перегибы или просто неверные предположения. Но что-то, что он мне кажется, то, что Маркс или Фройда что-то там занятное придумал или на что-то обратил внимание, это все же продвигается обязательно. Я не думаю, что те, кто сегодня размахивает флагом Маркса, они такие, так сказать, из-за этого надо Маркса судить. Не знаю. Короче, я не судья, я просто хочу сказать, что любое оружие может, любой предмет может стать оружием, многие предметы могут стать оружием, а могут стать предметом продвижения человечества. А можно еще такой момент, который меня лично немного смущает или я его просто не понимаю. Некоторым вещам, насколько я вижу, потомкам Авеля убили, потомкам Шета, приходится учиться у Каина. И, например, я вижу, что Якову приходится учить определенные способности Исава. И это такие странные способности. Я не уверена, что тут применима эта же аналогия. Но может быть. Может быть. Может быть, действительно, вот это вот, слушайте, можно так представить себе вещи, что правильные взаимодействуют двух династий, двух сил, оно реализует потенциал двух сил. Потенциал материального мира и потенциал духовного мира вместе. Весь фокус, что мы как бы не всегда внутри нас и в мире вообще не дошли до этого состояния правильного взаимодействия. Вот это во всем мы как раз в этой это это, собственно, корень проблемы. как сделать так, чтобы они работали вместе, чтобы они пришли к какому-то общему знаменателю, чтобы Каин понял, что ему может дать Эббель. Ну да. Голос просто с ценностью того, что дает Яков проще, она кажется более очевидной, а вот насчет ценности того, чего Яков может научиться у Исау, например, руки, вот эти вот, эта символика рук Исау, она такая сложнее в том плане, чтобы понять ее позитивно. Насколько я понимаю, у Манитол где-то, насколько я помню, у него есть вопрос в том, прав ли был Яков, что он уже после возвращения от Лавана оттолкнул Исау и не пошел с ним, и не взял на себя миссию воспитания, приближения, соединения, иначе может быть вся история пошла по-другому. То есть как бы всегда между братьями, вообще вся тара, она говорит о отношении братьев, и всегда между братьями есть непонимание, неспособность одного воздействия на другую создать правильную систему отношений или нежелание этого делать. Мы все время с этим сталкиваемся. Но тут это как бы на примере династии происходит. Ну и как бы человечество это на примере и на различных примерах тоже. Сударство Израиль оно по идее должно воздействовать на мир. Они говорили дайте нам наше безопасное убежище, мы тут будем себе развивать технологии, развивать науку тем, кто верит и понимает как мы воюем. И главное те, кто понимает, многие из них за это на нас сердятся, потому что это как бы устанавливает высокую планку. Если кто-то придет там всех вокруг перестреляет, это уже, ну или кто-то так делает реально, это в общем дурной Израиль для него дурной пример, как бы так надо воевать, и то мы их осуждаем, а ты кто? Поэтому на него и сердятся, и не хотят верить, что мы вот так воюем. Это с одной стороны, а с другой стороны война в конечном итоге, это некоторое следствие того, что мы делали что-то неправильно. Мы хотели отгородиться от Азии. Там было сложно. Но мы нашли простое решение. Построим забор, сами оттуда уйдем совсем, и вот все будет хорошо. Не будет все хорошо. А кстати, когда евреи там жили, у них были довольно не со всеми, конечно, не с Хамасом, но с многими жителями у них были прекрасные отношения. И работали там у евреев очень многие, арабы, и вместо того, чтобы это как-то развивать и продвигать, мы решили отградиться. Я очень примитизирую ситуацию, понимаешь, она, безусловно, непроста. Это все было непросто. И есть динамики всякие в мире, на которые мы не можем с ними справиться. но то, что было уходы из гушкотипа была большая ошибка. В частности, поэтому, потому что надо оставаться там и строить на том месте, где есть отношения правильные. Это то, чем в международном плане сейчас занимаются Равширки, пытаются наладить контакты с арабским миром, арабскими духовными силами. Это очень позитивно. Насколько это будет иметь широкое распространение влияния в трудную ситуацию. Давайте почитаем? Да-да, Хочешь почитать? Читаем. Неудача и все. Я с телефоном ничего не вижу. Я только неудача и В разговорном иврите слово «энош» используется как синоним слова «человек». Когда мы описываем человека с помощью слова «энош», мы имеем в виду «он всего лишь человек, со всеми его достоинствами и недостатками, которые являются следствием того, что человек это существо, состоящее из различных склонностей и противоположностей. В то время как множественное число слова «иш» «человек», «мужчина», на иврите это «анашиб». В иврите нет множественного числа у слова «адам» и слова «энош». То есть «энош» и «анашим» они не связаны? «иш». употребляют в совершенно другом контексте. Оно употребимо сегодня. Зелой души, например, это не по-человечески. Но это то, что он говорит. Эти слова существуют только в форме единственного числа «адам» и «энош». Давайте попытаемся понять причину этого и прояснить разницу между этими двумя именами и идентичностями согласно Торе. Адам есть только один, и это первый человек, отец всего человечества. Остальные это сыновья Адама, которые происходят от него. На языке кабалы все человечество, все люди являются искрами или частицами души Адама. Поэтому слово «адам» всегда будет появляться только в единственном числе. Главное в каждом человеке «энош» это то, что он является сыном Адама Бен Адам, а по-арамейски Барнаш. Однако в то время как Адам это человеческая идентичность на коллективном уровне, и «нош» это человеческая идентичность на личном, частном, относительном уровне. Ашет это связующее звено между Адамом, первым человеком, представляющим собой максимальную общность, и «эношем», представляющим собой максимальную индивидуальность. Шет вмещает в себя эти две сущности, но только с рождением «эноша» он осознает свою индивидуальную ценность как личности, индивидуальности. Говоря на современном языке, вместе с «эношем» рождается человеческое самосознание. «В качестве сынов Адама все мы причастны к идентичности первого человека. В каждом сыне Адама присутствует земная сущность, от слова «земля Адама», как в аспекте высшей земли, то есть божественно-духовная часть нас, а как в аспекте высшей земли, так и в аспекте простой земли, то есть материальная часть нас, которая способна расти и давать поросли. Это внутренняя сущностная идентичность, идентичность, запечатленная в нас и составляющая нашу внутреннюю суть. С другой стороны, в каждом человеке существует также идентичность Эноша, та самая личная идентичность отдельного человека, который делает его единственным, уникальным и особенным для него самого. Эта личностная идентичность запечатлена в нас благодаря Эношу, а не благодаря Адаму. Продемонстрируем разницу между Адамом и Эношем на примере известной фразы, которую мы повторяем в молитве три раза в день. Ты даруешь человеку Адам знания и обучаешь человека Энош понимание. Казалось бы, вторая часть предложений просто повторяет сказанное в первой части другими словами с тем же значением. Однако на самом деле эти слова означают совершенно разное. Ты даруешь человеку Адам знания, здесь человек получает качество знания, даат, которое Бог дарует каждому человеку. Слово хонэн, даруешь, связано с бесплатным хинам, подарком. Бог дает человеку знания как дар только потому, что человек находит милость, хэн, перед ним. То есть дар проистекает из качества милости, хэсэд, дворца. Знание, даат, это способность к познанию, и оно является неотъемлемой частью человека, частью изначально данной нам бесплатно как дар. Человек не должен трудиться или прилагать усилия, чтобы приобрести его. Как только он открывает глаза, он видит внешний мир и познает его через свое зрение и другие чувства. Человек рождается с врожденной способностью отделять себя от мира с помощью своих чувств. Можно сказать, что Тора определяет человека следующим образом. «Я человек», это значит «я познаю». Знание находится глубоко внутри человека на всех уровнях его восприятия, как врожденные свойства. Например, человек опознает в себе определенные ощущения только потому, что он знаком с ним изначально. Для восприятия и ощущения необходимо предварительное знание. Другими словами, человек существует для себя самого, когда он представляет себе какой-либо предмет в качестве объекта своего знания. Однако, существование этого объекта в сознании человека проистекает из того, что способность к познанию себя уже существует в нем, как врожденное качество. Только познав что-то внешнее, человек может познать себя. Когда человек живет один, у него нет никакой возможности познать себя. И по этой причине написано «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сделаю ему подмогу, соответственную ему». И Адам познал Хаву, жену свою. Благодаря тому, что Адам познал Хаву, он познал также себя самого и узнал о своей адамности. С другой стороны, понимание, бина, это совсем другая вещь. И обучаешь человека Энош, пониманию, тут уже появляется качество, для приобретения которого человек должен приложить усилия. Понимание – это способность понимать. И оно является относительным и личным. У каждого человека свой уровень личного понимания, личные стили отношения, особая способность к анализу, характерные только для него. Способность понимать уникальна для каждого человека. В отличие от знания, качество понимания необходимо приобрести. Каждый человек должен сам приложить усилия, чтобы сформировать собственное понимание и собственный способ рассуждения, присущие только ему. Понимание – это способность различать между разными вещами. И намек на это есть в самом слове понимания – бина, которое содержит в себе слово между – бейн, означающее разделение между двумя или более вещами. Так же, как человек способен понять разницу между вещами и окружающими его, он может понять и соотношения между ними. Они могут быть противоположными, параллельными, подходящими, дополняющими друг друга и так далее. Понимание – это также способность понимать и наблюдать, способность человека опознавать различные системы соотношений, на основе которых он понимает связи, существующие между двумя вещами. Например, человек, который сравнивает два предмета, может понять, есть ли здесь связь – а больше, чем б, а мягче, чем б, а глубже, чем б и так далее. Однако свойство а больше, чем б, не относится к сущности самого предмета, с которым человек имеет дело. Это свойство находится не внутри объекта наблюдения, а в самом наблюдателе. Когда я держу по камню в каждой руке, эти камни оторваны и отделены друг от друга, и между ними не видно никакой связи. Однако в тот момент, когда я приближаю их один к другому, в моей голове появляется категория а больше, чем б. Человек воспринимает два объекта, находящиеся в его области наблюдения одновременно, как относящиеся к одной категории только тогда, когда он сравнивает их между собой, когда он осознает какое-либо соотношение между ними. Понимание – это способность устанавливать соотношения между различными вещами. С рождением Эноша в человечестве появляется компонент, которого до сих пор не было. Человеческое, личное, относительное измерение. И нож, осознающий ценность человеческой индивидуальности, способен быть воспитателем, которого ждут, чтобы вернуть роду Каина достоинство и смысл, утраченный, когда Каин убил Эвеля и назвал построенный им город в честь своего сына Ханоха. Человечество, которое стало бесчеловечным, функциональным, тоталитарным, пожирающим людей, внезапно получает новую возможность для роста, когда появляется качество человечности и раскрывает ему новый аспект его внутренней жизни. Здесь впервые в истории возникает понятие «общее против частного», что включает также внутреннее соотношение между ними. То есть мы учили, что когда Каин построил этот город и назвал его по имени сына, появился тоталитаризм, диктат общественного. И тут ему в противовес рождается и нож, этот индивидуальный человек. Да-да. Человечество Каина, чувствовавшее себя обреченным из-за происходящего в нем процесса самоуничтожения, который оказался необратимым и роковым, теперь ощущает свежий ветер надежды. Как если бы каждому включенному в него индивидууму на частном уровне была предоставлена возможность исправления, что до этого казалось возможным только на общечеловеческом уровне. И у Шета также родился сын, и он нарек ему имя Эноша. В чем выражаются изменения, проявившиеся в мире после рождения Эноша? Тора описывает это так. Когда начали призывать имя Господа. Слова «ухаль» началось. У слова «ухаль» есть несколько значений. Первое – от слова «начало», то, чего раньше не существовало, появляется теперь. Второе значение – сделать будничным, от слова «холь». Называть людей предметы именем Всевышнего, превращать их в выдолов и называть их божеством. Этот стих можно понять двумя разными способами. Согласно простому смыслу и согласно толкованию. По простому смыслу стиха слова «тогда начали призывать имя Господа» указывают на то, что в человечестве произошел позитивный скачок. Началось что-то новое, чего не было раньше. Люди начали призывать имя Бога, стали религиозными. В начале истории не было речи о религии, а только о морали. Хевель должен был научить Каина нравственности и братству. После того, как Каин убивает Хевеля, он говорит Богу «велика вина моя больше, чем можно вынести». Он снимает с себя ответственность за эту нравственную проблему. Когда Каин снимает с себя ответственность за свое собственное нравственное поведение, он больше не может общаться ни с людьми, ни с Творцом. Экзистенциальное одиночество лежит в основе его крика боли. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду шатающимся с китайцем на земле. И вот всякий, кто встретит меня, убьет меня». Когда эта нравственная проблема заводит в тупик, роду Каина не остается ничего, кроме как бродить и скитаться по земле, в плену собственных страстей и желаний, не имея возможности контролировать их. Инош предлагает человечеству новый способ общественного поведения, который называется «религия» — «дат». Только здесь в истории официально начинается религия. Хотя в поколениях до Иноша было поклонение божеству, как мы видели в истории Каина и Хевеля, оно теперь, это поклонение, приобрело языческий характер, то есть было направлено на природу и ее силы. История религии начинается с язычества, поклонения природе, и продолжается в форме более глубокой религиозности, новой связи с Богом, которая лежит за пределами природы, или начала признания Творца, создавшего природу. Однако Раши приводит другой комментарий. Он объясняет слово «началось» так, что это на первый взгляд противоречит простому смыслу Писания. Раши видит в том, что произошло с поколением Иноша продолжение негативного процесса и падения. Он объясняет слово «начинать» как происходящее от слова «будник» — «ссорь». Именно в этом поколении, поколении Иноша, люди превратили святое в будничное. Несмотря на то, что люди искали подлинный духовный смысл своей жизни, но в решающий момент предпочли выбрать мир компромисса и лжи, вместо того, чтобы приложить усилия и остановить живую истинную связь с Творцом. Слова, которые тогда начали называть именем Господа, описывают процесс секуляризации, спуск от святости к будничному. Давайте соберем вместе все значения слова «ухаль», появляющегося в этом стихе, чтобы понять, в чем же состояло падение Иноша и его поколения. Первое. От слова «начало», от «хала». Начало — это рождение, надежда, дарование жизни. Святость, которую Творец дает творению, вначале в качестве бесплатного дара, только со стороны своего качества милости, хесед, то есть благодаря своему желанию даровать бесконечное благо. Когда Бог дает человеку жизнь, Он дает ее ему как цельный дар. Таким было состояние первого человека, прежде чем он согрешил. Второе. От слова «болезнь» — «махала». Когда человек грешит, происходит понижение в совершенстве его святости. Он переходит от святого к будничному. Это ухудшение сказывается как на его психическом состоянии. Грех происходит от слова «промазать мимо цели», не сделать того, ради чего он был создан. На психическом состоянии — грусть, депрессия, гнев и отчаяние. Как мы видели у Каина. Так и на его физическом состоянии. Здоровый становится больным. Болезнь является признаком уменьшения жизненности и святости. И третье значение. От слова «смерть» — «халаль». Это последний этап, на котором болезнь усиливается, полностью побеждая человека, совершенно лишает его святости и превращает его в труп. Пустое место — «халаль». Место, где нет святости, где вообще больше нет жизненности. Это смерть, которая является главным видом нечистоты. Труп — это последняя и конечная стадия отсутствия здоровья, утворения. Превращение святого в пустое пространство, будничного в самый главный вид нечистоты. В человеке была жизненность, святость и здоровье, а теперь всё это исчезло. Человек лишился бывшей в нём божественной искры. Халаль означает как пустое пространство, так и мёртвого, то есть человека опустевшего, оставшегося без души. Холе — больной. Это тот, кто нездоров, но и тот, в котором присутствует будничность — хулин. Вернёмся к самому стиху. Согласно нашему пониманию его простого смысла, люди начали призывать имя Бога, стали религиозными. И здесь, казалось бы, описывается позитивная ситуация. И нож стал молиться Богу. Он раскаялся, он начал объяснять, кто является истинным Богом. И таким образом пытался спасти человечество. Однако Раши учит нас тому, что получилось наоборот. Произошло превращение святости в будничность. Были изобретены идолопоклонства, поклонения звёздам, секты и религии. Метраж говорит нам, что идолопоклонство началось в поколении Эноша, служащий идолам, как в поколении Эноша. Раби Хаим из Воложина, один из величайших учеников Виленского Гаона, объясняет в своей книге «Нефиш Хаим. Душа жизни», что когда Энош тщательно изучил мир, он увидел слишком большой разрыв между истиной, которую он должен обучать, и реальным положением, в котором находилось человечество, то есть между желаемым и реальным. Чтобы преодолеть этот разрыв, он должен был решить, поднять ли человечество на уровень высшей истины или опустить эту истину до уровня человечества. Энош выбрал второй вариант, чтобы привести её в соответствие с тем, что, по его мнению, могло воспринять человечество. Таким образом, он превратил истину в религию. Воспитатель Энош, сын Шета, мог бы осмелиться представить человечеству правду, какой она есть, поскольку он знал её от своего отца. Для него она была истинным учением. Однако, поскольку он не верил в способность человечеству Каина учиться, он принизил истину через введение различных посредников и обучал своих слушателей чему-то другому, более простому, частичному и разбавленному. Здесь снова Писание помогает нам понять процесс, который происходил в Древней Греции через греческий миф или в христианстве через Новый Завет с его посредниками. Именно евреи решили, что нужно научить другие народы иудаизм. Но они также решили, что другие народы не способны воспринять эту истину в чистом виде и поэтому использовали посредников, чтобы изобрести для них иудаизм для народов, который и называется христианством. В поколении Эноша люди начали скрывать истинную святость от мира и отделять её от повседневной реальности. Поколение Эноша лишило мир его духовного содержания и превратило святость в трансцендентную. В результате общество осталось без святости и без истины. Чтобы лучше понять это, сравним наш стих с тем, что было написано позже о нашем праце Аврааме. «И передвинулся он оттуда к горе, к востоку от Байтеля, и раскинул шатёр свой. Байтель с запада, а Ай с востока. И построил он там жертвенник Господа, и призвал имя Господа». В поколении Эноша сказано, «Тогда начали призывать имя Господа». А про Авраама сказано, «И призвал имя Господа». В первом стихе дано общее, безличное описание, как кто-то начал призывать. А согласно Раше, негативное. Люди превратили человека и его страсти в выдолов, и приписали им силу и мощь, которые принадлежат только Творцу мира. «Как сказано, сила моя и крепость руки моей доставили мне богатство это». Именно тогда возникло явление, известное сегодня как культ личности. Но по правде говоря, здесь скрывается ещё более глубокая идея. В поколении Эноша, когда люди начали призывать имя Бога, воспитатели взяли часть божественной истины и представили её так, как если бы она была истиной во всей её полноте. Такова сущность его поклонства. В отличие от них, Авраам призывает имя Бога. Он представляет истину как таковую, без компромиссов, без лицемерия и без страхов. В двадцатом поколении от Адама Аврааму удается сделать святости и чистоте то, что люди поколения Эноша могли бы сделать уже в третьем поколении, но не осмелились. Им не хватило любви к ближнему, им не хватило веры в то, что у других есть сила воспринять истину, усвоить и применить её. Люди в поколении Эноша не смогли воспитать род Каина, потому что презирали и не любили его представителей. И действительно, основатели религии и посредников делят мир на две части. Первое. Мы – священнослужители, которые знают правду. Второе. Вы, остальные, должны получить только часть истины, разбавленную истину, к тому, что вы не способны понять глубину и величину божественной истины. Те, кто должен воспитывать человечество, испытывают по отношению к нему глубокое презрение и высокомерие, что в конечном итоге приводит к провалу их воспитательной миссии. Хотела я тут всё-таки добавить, что это, мне кажется, сегодня довольно актуально в отношении еврейского народа. Мы все должны остерегаться вот от такого подхода имени. Вы не способны это понять, вам это нельзя учить и так далее, и так далее. Поэтому это действительно в каком-то смысле иногда может быть обусловлено высокомерим и без зрения. Ну, мы избранный народ, нам это можно, а вам это не стоит. Зачем вам это надо? Вы там соблюдаете только 7 заповедей, и с вас хватит. Ничего, что я вклинилась сюда, но вот как бы мне это звучало очень близко. Рава от этого предостерегает, от такого подхода. То есть, когда ты идёшь с миссией человечества, ты должен это, прежде всего, иметь в виду. Это с намерением раскрытием всю истину, а не, так сказать, по стольку поскольку. Ну да, учение Рава Шерки относительно сыновей Ноха, очень глубокие корни, и очень глубокое основание. Ну, как бы он ученик Рава Манитру, поэтому понятно, почему он этим руководствуется. До поколений Шетта и Иноша в человечестве существовало только идолопоклонство. Приношение Каина было языческим. И вот на Шетта и Иноша возложена миссия передачи божественной истины и моральных ценностей этому языческому обществу. А почему приношение Каина было языческим? Так вот, у меня нет хорошего объяснения. Как говорит Рава. С одной стороны, у него есть как бы прямой контакт с Богом, с другой стороны, он воспринимает Бога так, как воспринимает. На самом деле, в монотеизме неважно, самым главным является количество богов. Я понимаю, конечно, в нейноах, в которых принятое христианство, которым там очень мешало им понятие о Троице и так далее, но это не центральная точка, не главная точка различия. Различие находится во взаимоотношениях между Всевышним и Человеком. И отношение, которое Каин проявил Всевышнему, это было такое же отношение, какое проявляли другие народы, которые служили своим богам. На самом деле, вот, например, скажем, возьмем Моав. В Астанах известно, что у Моава был один бог – нож. Ну, там, может быть, попадались другие боги какие-то. У нас тоже они попадались на нашей территории, так сказать. Но главным, единственным богом Моава был нож. Они как бы вообще в этой вот древнем фенале, вот то, что сейчас принято называть из политических соображений Южным Леван. Южный Леван, потому что современные ученые, извините, это в скобках просто, современные ученые отсерегаются на нашу территорию, называть как-то иначе. Потому что раньше говорили, спокойно говорили Палестина, исследования археологические в Палестине. Нормально. Потом стали говорить Израиль. Это тоже древний Израиль. Тоже было нормально. Потом это все стало подвергаться нападкам с разным сторон, такая терминология. И теперь, следом, у них пишут Южный Леван. Древний Леван. Так что в Южном Леванте монотеизм существовал в той или иной форме. Но это не главное. Не главное, что Таин знал, что есть один бог. Кто есть бог. А главное, что он к ним относился так, как относится до Папула. В чем же суть вот этого языческого отношения к Богу? В чем же суть вот этого языческого отношения? Мы когда говорили об отношении к Каину, мы говорили, что он построил ему большой храм, там, типа. Он отдал ему то, что, так сказать, для него неважно. Здесь, я помню, мы говорили об этом более подробно когда-то, когда вначале разбирали жертву Каину. Неважно объем жертвы или масштабы, который ты там... Он был дать ей много. Не в этом дело. Дело в том, что Каин отдавал то, что неважно для него. В отличие от Гевеля, который отдал то, что важно для него. Действительно, для него лично важно. То есть, оторвать себя. Ну, как бы, оторвать не силы, а вот желание отдать самое дорогое, что у тебя есть, Всевышнему, это уже не языческое отношение. А откупиться как-то от Бога, попросить его, это, в общем, основа язычества, да? Я пойду к Богу за милостиву, помолюсь ему, он мне поможет. А на Боге он не коспомат. И в монтеизме не все понимают. И вот наш это и нож о возложенной миссии передачи божественной истины и моральных ценностей этому языческому обществу. А что происходит на самом деле? И нож изменяет истину в соответствии со своей оценкой того, что его воспитанники способны воспринять и усвоить, и ошибаются в своих расчетах. Ему не хватает настоящей любви к ближним, при которой воспитатель видит в каждом ученике человека, способного понимать и применять истину, но точно так же, как и он сам. Ведь истинному педагогу необходимо терпение и выдержка. Он должен соразмерять знания, которыми он наделяет своих учеников, с их способностью восприятия, правильно оценивать личный ритм каждого из них в процессе обучения. Я можно еще что-то добавить здесь? Тут как бы две стороны мы видим, правда? То, что Рам видит в своей функции как воспитателя то, с чем он пытается как бы справляться, что, с одной стороны, он должен относиться к ученику без всякого пренебрежения и полной любовью и желанием отдать ему все, что у тебя есть. А с другой стороны, он должен все-таки соозмерять, соразмерять каким-то образом с его способностью восприятия. Казалось бы, а что сделал Эдмус? Он тоже соизмерял. Он неправильно соизмерял. Он именно неправильно соизмерял, и потому что он не относился к нему с любовью. Что, нас ждут? Надо приехать за полчаса обязательно. Извините. Тут еще один вопрос. С одной стороны, Эдмус представляет моральное имущество по сравнению с обществом аморальным, кайным. А с другой стороны, тем не менее, ему не хватает этой моральности для того, чтобы с любовью относиться к династии Кайни. Это, мне кажется, важный момент. И у нас он сегодня тоже важен. Не будем говорить про него. Однако, то есть, говорит дальше Монетова, настоящий педагог должен учить полный истин. То есть, с одной стороны, ты должен сочетаться с возможностью ученика воспринять, с другой стороны, ты должен учить ему полный истинный. Это некоторый такой очень сложный процесс. Без смещения у прекращения, без компромиссов и попыток простить и приспособить его к воспитаннику. Якобы для того, чтобы привлечь его к ней. С одной стороны, ты не можешь ему сказать, что он не в состоянии воспринять, а с другой стороны, в той области, что он в состоянии воспринять, ты должен открывать ему все так, как оно есть. Секулярный счет – это права у религиозного воспитателя. У человечества есть три врага – бог, магог и педагог. Настоящая опасность любого процесса состоит в том, что человек, начавший его, застрянет и так и останется на начальном этапе, имеется в виду воспитатель, не доведя его до конца. Невозможно стать взрослым, не повывая сначала ребенком, но взрослый, оставшись ребенком на всем мире, тот, кто застрял на стадии детства, опасен и для себя, и для других. Частичное знание может быть более опасным, чем полное отсутствие знаний. Изобретатель атомной бомбы, не учитывающий моральные последствия своего изобретения, вот как ответ на вопрос, я задавал вначале, ведет человечество к херосиме. Имя Господа состоит из четырех букв. Если кто-то читает только одну букву из четырех, если он видит только одно измерение Всевышнего, это имя превращается в подделку выбора. Я так понимаю, что у Андрея все же скоро будет урок, хотя мы сейчас в середине темы, я все же предлагаю тут остановиться и обдумать, потому что это серьезный вопрос. Оно касается не только рабов и преподавателей, тех, кто обучает народ в тареях, касается всех нас в качестве воспитателей детей, взаимодействия с разными людьми. Даже наши диалоги в интернете, они все как бы имеют к этому отношение. И когда ты решаешь объяснить свою позицию, с какой точки зрения ты ее объяснишь, что ты хочешь, как ты пытаешься убедить своего противника или своего собеседника, с какой изначальной позиции ты исходишь. Лена? Я думаю, что это стам звуки. Стам звуки. Да, я поняла. Я думала, что ты хочешь сказать. Но она, так сказать, все равно мы уже заканчиваем, и Лена у нас тоже обхавила. Так что на этом мы закончим. Если кто-то хочет что-то еще добавить, я уже рада. У нас есть еще минут пять. До начала. Я хочу добавить, что на следующей неделе будут два очень знаменательных дня для Израиля. Это происходит каждый год, а в этом году это что-то непостижимое. В Йом-Шини будет День памяти погибших, на следующий день будет праздник. Ну, так у нас всегда бывает, но интересно, что в этом году это пятая Яра. Да? Пятая Яра у нас выпадает на Йом-Шини. Но, поскольку всегда пытаются сделать так, дать возможность людям доехать, а если если бы был пятая Яра, мы бы праздновали в Йом-Шини, то есть в понедельник, то тогда пришлось бы за корону на субботу, и нет у людей возможности приехать на всякие церемонии Дня памяти. Поэтому перенесли, поэтому в этом году очень странное явление. День, который на самом деле День независимости, у нас День памяти. А День независимости отложили на следующий день. Что это означает, что это символизирует. Не могу прокомментировать в точности, но в этом есть какой-то смысл. Да. Окей. Суроту вот. Да, да. Всем счастливо. Пока. Спасибо. Спасибо всем участникам.